Древние славяне Древние славяне Если лес светлый и легко проходимый, то в нем живет грамотный леший и можно без опаски ходить туда. Если же лес дремуч, темен и загрязнен болотами, сорняками и растениями, то это означает, что леший либо погиб, либо заключил договор с Чернобогом. И такое место лучше обходить стороной, либо не заходить глубоко. Славяне проводили разнообразные языческие обряды, чтобы прогнать темного лешего из леса. Все, что находится в его владениях, принадлежит ему. От грибов и ягод до волков и зайцев. Поэтому все, кто так или иначе связаны с лесом, должны обязательно заботиться, чтобы ненароком не обидеть лешего. Не любит лесовик, когда ради забавы зверьё убивают, может наказать. Охотники перед тем, как зайти в лес, оставляли на опушке хлеб, молоко, пирожки, блины, что-то вкусненькое, чего лесные существа сами добыть не могут. Кстати, так поступали, кто ходил по грибы до ягоды, за хворостом или за дровами. Может леший прийти погреться у разведённого костра, если для него брали сухие деревья и ветки. За свежее срубленное дерево рассердится. Ходили слухи среди крестьян, что лесовик беспричинно не обидит человека. Но, тем не менее, многими, кто отправлялся в борт, соблюдались определённые традиции. Строго запрещалось накануне похода говорить, что придут быстро. Лесному духу не нравятся хвостуны, и он нарочно долго будет их в чащобе держать, чтобы доказать, что он один властвует в лесном царстве. Вот откуда пошла фраза «Где вас леший водил?» А как небезопасно, согласно народным поверьям, отправляться в лес после ссоры с проклятиями родней. Эти случаи могли закончиться травмой или даже смертью. Советы предков учили. При встрече и разговоре в перелесках с незнакомцем крепко помнить первое своё произнесённое слово. Вдруг незнакомец леший. Он непременно попросит назвать самое заднее слово. Собеседника, который затруднялся его вспомнить, он забирал с собой. Взрослые всегда старались, чтобы правила поведения детей в лесу были самыми хорошими. Им всегда рассказывали о том, что лесной дедушка наказывает тех, кто шумит, свистит, ругается в его царстве и когда о нём случайно вспоминает. Доброму человеку лесной дух подсказывал богатые грибные и ягодные места, помогал выбраться из леса, отводил диких хищников и защищал от всякой нечисти. Вместе с тем, если у человека душа черна, то леший помогать не будет. Напротив, он начнёт водить его и в конечном итоге может погубить. Может завести в непроходимое болото или в берлогу к медведю. Иногда лесной дух просто может потешить себя озорством, заставить немного заплутать в лесной чаще, но до смертельной опасности не доведёт. Если такое случилось, советовали вывернуть одежду наизнанку, обувь поменять с правой ноги на левую, посыпать дорогу солью и никогда не оборачиваться на окрики сзади. Если с лешим найти общий язык, то он может научить путника пользоваться лесными коридорами и откроет ему тайные тропинки. Мифы и легенды говорят, что леший может скрываться под разными личинами. Коряга, облепленная мхом, которая скрипит сама по себе медведь, волк, филин, старичок или молодой мужчина. Если леший присаживается на пенёк, то всегда кладёт левую ногу на правую. Он почти всегда находится у себя в лесу, иногда выходит на луга, но ненадолго, чтобы не возникло вражды с духом полевиком. Не заходит он и в деревни, чтобы не поссориться с домовыми. Истинный леший любит петь во всё горло и подбодряет себя хлопанием в ладоши, не переносит пение петуха и с первым же криком второго удаляется в гущу леса. Лешие умеют свистеть, плакать, аукаться и хохотать по-людски. Существует поверье, что леший живёт в лесу только в тёплое время года. Праздник леший – 2 августа, а 7 июля его можно увидеть. Раз в году 27 сентября лешие устраивают проводы лета, и в лес лучше не ходить. А 17 октября на Ерофее леший с лесом расстаётся. В этот день он гоняет зверей по лесу, ломает деревья, успокоившись, проваливается под землю, чтоб весной вновь появиться в лесу. Поэтому на праздник Ерофея люди не рисковали пойти в лес, боясь встретиться с беснующимся лешим. В рассказах леший предстаёт в различных обличьях. Вот как описывает его жительница Воронежского края. Одет как человек, красный кушак. Левая полукафтана запахнута за правую, а не наоборот, как все носят. Обувь перепутана. Правый лапоть надет на левую ногу, а левый на правую. Глаза у лешего зелёные и горят, будто угли. Если смотреть на него через ухо лошади, то он отливается синеватым светом, ведь кровь у него синяя. Бровей и ресниц у него не видно, правого уха нет. А ещё говорили, что борода у лешего зелёного оттенка. А если седая, в ней видны застрявшие листики веточки. Он хромает на левую ногу, и от него не падает на землю тень. Считалось, что нельзя, ругаясь матерям, посылать детей к лешему. Обязательно в лесу пропадут. Были рассказы, как пропадали детки, а кто-то чудом спасся после встречи в лесу с добрым лешим. В виде милого седобородого старичка, предложившего показать дорогу домой, да заведшего в чащу. Одна из таких историй пришла примерно из тридцатых годов прошлого века. И до сих пор рассказывается в одной из деревень Ленинградской области жителями. Подростка ругала мать и сказала, что плеши побрал. Мальчишка удрал на опушку, долго бродил до темноты. А помнился лишь, когда тропинку потерял. К нему пришел старичок, предложил вывезти парня на дорогу. Шли долго, и старичок исчез. Юноша оказался в самой чащобе. Повезло, что на крик пришли лесорубы, которые возвращались поздно домой. Вывели его из лесу к деревне. В некоторых местах считалось, что нельзя идти в лес, если поругался с кем-то и был леший, упомянут в ссоре. Проклятие ходили снимать в церковь или же к знахарям. Если вспомнить персонажи сказок, мифов, легенд славянского народа, то они не являются злыми или добрыми. Лесовик иногда помогает искренне, от души, а кого-то не прочь погубить. Единственное, что можно сказать точно, не любит шума в лесу, беспорядочной рубки деревьев, охоты не для пропитания, а для забавы. Дружит старит лесовик с водяным. Многие сказки рассказывают об их сложных, но прочных отношениях. Баба-яга, живущая по преданиям в лесу, в избушке на курьих ножках, вводит дружбу с лешим. Он помогает в разных делах, может защищать от желающих ее уничтожить. Хотя бывает, что Баба-яга спасает людей от рассерженного хозяина Чищобы. Лесовик – воплощение леса, непознанного, темного, грозящего многочисленными опасностями. Наши предки силы стихий приписывали подобным существам. Такие поверья открывают нам волшебный мир природы. Берегите нашу природу! Относитесь к ней уважительно! А нам пора прощаться. До свидания! До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok